Ковер до слух или дружба украсил павильон Азербайджана на всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае. Уникальный образец декоративно-прикладного искусства является результатом совместной работы фонда Гейдара Лива, творческого коллектива Азер Халча и заслуженного художника страны Рошад Алик Первого. Рисунок гармонично сочетает в себе традиционный коврот качества и его современные направления. Мы решили сделать такой ковер, который там будут элементы, естественно, будем использовать элементы традиционного ковра азербайджанского. И тут есть опять-таки элементы из караванской школы, да-да-да, есть черванская школа, есть казахская, практически все школы тут элементы использованы. В центре композиции ковра орнамент, отражающий отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Элемент, символизирующий рукопожатие, выражает основную идею автора. Дружеское рукопожатие, да, в ковровом стиле изображено. И по краям уже, как бы, символики, архитектурные символики и Азербайджана, и Дубая. То есть это рукопожатие разделило на два модуля? Да-да-да, естественно, как бы, скажем так, это как бы организмы и по центру рукопожатия. И еще проходит такая, скажем, горизонтальная линия, которая объединяет, это флаг, который заходит сзади, да-да-да, по центру, как бы развивается. Здесь переходит уже дубайский флаг. Вот в этом рукопожатие сливаются два флага? Да-да-да, сливается, да-да-да, и дальше проходит, как бы, это центральная линия композиции. По бокам центральной композиции отражены архитектурные и современные здания, являющиеся визитной карточкой столиц двух стран. Это исторические наследия, девичья башня в Баку и крепость Аль-Фахиди в Дубае. Мечети, которые служат символом, объединяющего две страны вероисповедания. Флэм-тауэр, да, флэм-тауэр, а тут Бурдж-Аль-Халифа. И, опять-таки, еще современные здания, которые считаются жемчужинами архитектуры мира. И далее в центр, и вот Пальма, как бы, да, острова Пальма, скажем. А дальше уже, как бы, здесь объединяющий, как бы, да, фахт, такая символика нефти. Кроме того, на ковре до слух изображены растения, которые являются национальными символами в этих странах. Дерево Пальма и цветок Хары-Бель-Бель. А по краям тут, ну, очень интересно, да, 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 очень интересно. У нас разные климатические, как бы, да, пояса, да. Тут немножко жарко, у нас тут по-другому климатическое, да, воздух другой. Но животный мир практически одинаковый. У нас тоже осталось несколько особей, как бы, да, леопардов. И у них тоже. Да, 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 леопардов. Лошадь и верблюды. Опять-таки, тоже символика у нас когда-то. Вот эти караваны были, как бы, символикой шелковой петли. В целом, работа над созданием ковра, в том числе над разработкой дизайна, длилась 7 месяцев. Художник также отметил, что постарался за счет одного элемента объединить воедино всю композицию. Больше такой современный элемент, который тоже линейно, их не видно сдалека, а сблизи они видны. Кажется, что они хаотичны, но на самом деле они опять-таки, это как объединяющие обручи. Линия такая проходит по всему ковру и обрамляет вот эти центральные композиции. Это уже как бы субъективно. Я люблю вот этот цвет, такой охра, оранжеватый охра. И я вижу, правда в флагах нету, ни у них, ни у нас. Но я почему-то, мне кажется, что и в Дубае, и в Азербайджане, если так по цвету сопоставить, у нас и у них такой именно, да, объединяющий цвет такой, почему-то теплый такой цвет. Помимо охры на ворсовом ковре до слуха доминирует пять цветов. Синий, два оттенка серого, черный и белый. Кроме того, в Азербайджанском павильоне на выставке Экспо-2020 прошли мастер-классы для желающих познать секреты древнего искусства ковроткачества. Альбина Абдрахманова, Сеймур Гулиев, CBC, Дубай.